Семидесятые годы. Испания, Мадрид. Уличный художник в неизменном берете рисует городской пейзаж. Около него останавливается группа молодых американских военных. How much? Сколько стоит? Интересуются они. И показывают на картину. Very expensive, отвечает живописец и называет им на удивление довольно высокую цену. А потом опешившим американцам добавляет, что его друг Пабло Пикассо не позволяет ему продавать работы задешево. Этот разговор стал началом сверхсекретной операции советской разведки. Задача была поставлена чрезвычайно сложная. Забегая вперед, скажу, что нелегал Юрий Шевченко тот самый художник из Мадрида. Ее решил. И таких рискованных операций у Юрия Анатольевича Шевченко было немало. Говорю, было два подарка от Андропова и два выговора. Когда ты умеешь прекрасно рисовать, так сказать, маслом или там, если как, акварелью, пойди догадайся, что это перед тобой шпион. А в том счастье, что каждому из нас дано право Божье прожить одну жизнь. А вот нам, нелегалам, есть такое послабление. Мы можем жить жизнью двух, трех, иногда четырех людей. Нелегального разведчика Юрия Шевченко рассекретили совсем недавно, в 2020. Он действительно прожил словно несколько жизней. Был ярким художником, талантливым архитектором, признанным автором научных работ по истории архитектуры Испании, Португалии и Юго-Восточной Азии. Но главная его жизнь была под прикрытием. 40 лет он работал разведчиком-нелегалом, выполняя боевые задания по всему миру. Он снабжал Советский Союз, а затем и Россию сверхсекретной информацией под грифом «Космик». Так хранятся самые ценные документы из НАТО. При этом он ни разу не провалился, всегда оставаясь в тени. Почему из-за Шевченко была экстренно переименована одна из московских улиц? Как ему удавалось перевоплощаться в людей других национальностей? И почему разведчик-нелегал всегда действовал в одиночку? Давайте разбираться во всем этом вместе. Смотрите прямо сейчас. Как уличный художник смог пробраться на американскую базу НАТО? Я всегда считал, что везение – это божий дар, который дается разведчику. Как ему удалось предсказать революцию в Португалии? Для нелегала – это колоссальная вещь. Вот быть сопричастным к тем или иным мировым событиям, вовремя успевая, так сказать, либо затормозить эти шестеренки, либо наоборот их ускорить. За какую операцию Юрия Шевченко наградили звездой Героя России? Разведка – это глаза и уши каждого государства. Она собирает информацию о технических новинках, о людях, которые влияют на мировой порядок. Да много еще о чем. И нелегалы – золотой фонд любой разведки. Кажется, что для них не существует таких секретов, которые они не могли бы добыть. Рудольф Абель, Алексей Батян, Геворг Вартанян, Михаил Васенков, Рихард Зорге и многие-многие другие. Но даже среди этих героев имя Юрия Анатольевича Шевченко стоит особняком. Это был человек искусства, большого искусства разведки. Это один из самых выдающихся нелегалов-разведчиков современной пары. Он настолько чисто все прошел под своей удивительной легендой, что о нем никто ничего не знал. Его принимали и за француза, и за немца, да за кого угодно. Только не за русского, которым он на самом деле и был. Юрий Шевченко родился в Москве 28 июня 1939 года. В конкретной дате его рождения уже, наверное, был сокрыт мистический смысл, что он будет разведчиком-нелегалом. 28 июня – это как раз день рождения нелегальной разведки. Маленький Юра сразу же проявил свои незаурядные способности. Он прекрасно рисовал и чертил. Ему легко давались языки. У него была блестящая память и аналитические способности. А еще он был очень общительным мальчишкой. Юрий Анатольевич – это человек, который с детства знал, по какому пути он пойдет. Как он мне рассказывал, он уже в школе четко говорил, что он будет архитектором. В 17 лет он легко поступил в Московский архитектурный институт. Талантливому парню, отличнику, тут же назначили сталинскую стипендию, которую потом переименовали в Ленинскую. Интересно тоже, как-то на него это выпало. То есть человек, который действительно на сломе эпох, он не потерялся, он всегда шел твердо к своей цели. Великий советский художник Александр Дейнека преподавал в то время в архитектурном институте. Он был очень суровым и требовательным преподавателем. Юрий Шевченко был едва ли не единственным его учеником, чьи рисунки он всегда оценивал на отлично. Он рисовал прекрасно. Я бы сказал, что он даже рисовал в такой манере, которую бы я все же не назвал такой манерой соцреализма. Это была такая легкая, очень изящная вязь. Этот талант к живописи в дальнейшем сыграет ключевую роль в его работе нелегального разведчика. Казалось бы, мольберты, краски не входят в шпионский арсенал. Хотя именно они помогли Шевченко добыть ключи ко многим государственным тайнам. Но об этом чуть позже. А пока Юрий студент архитектурного института. Один из лучших. Именно поэтому его отправляют на стажировку в ГДР. Все, что он делал, это было своеобразное строительство. Строительство вот такого здания, которое защищало его любимую страну. После окончания архитектурного института Юрия Шевченко пригласили для разговора на Лубянку, где сделали самое важное предложение в его жизни. И вдруг ему говорят, вы приглашаетесь во внешнюю разведку. А почему, спросил он. Это нужно Родине, сказали ему. И как он мне сказал, это была самая короткая вербовка в истории. Все. Он на это согласился. К нему присматривались. И вот этот пристальный взгляд он выловил в среде других не менее, может быть, каких-то способных ребятишек, девчонок, и человека, который может помочь обеспечить безопасность своей страны. А дальше, после соответствующей подготовки, он надел берет, он взял мольберт, он превратился в художника. В истории советской внешней разведки уже был известный художник. Это Николай Петрович Глушенко, он же Микола Петрович. Украинский художник, который после революции эмигрировал за границу. И с 1926 года начал сотрудничать с нашей спецслужбой. Он добился колоссальных успехов по линии научно- и военно-технической разведки. Ему удалось добыть свыше 200 чертежей вооружений и технических средств. Тогда еще были люди, которые работали и до войны, и после войны. Они его знали, этого Глушенко. Видимо, сработала ассоциация какая-то. А почему бы не попробовать, так сказать, такой вариант? Но для этого нужен профессионал. Тот, который не просто будет говорить, что он художник, а действительно умеет рисовать. В 1965 году Шевченко окончил основной двухгодичный факультет школы номер 101 КГБ СССР. Сейчас это Академия внешней разведки. И в 1969 году начал выезжать в заграничные командировки на свои первые боевые задания. Его сразу определили, судя по всему, в так называемые нелегалы центра. Это, ну, как бы мобильный спецназ управления нелегальной разведки. Они на короткое время могут куда-то выезжать, решать какие-то задачи конкретные. Профессия художника стала для Юрия Шевченко идеальным прикрытием. Творческая элита всегда мобильна. Сегодня художнику захотелось писать этюды в Париже на Монбартре, а завтра его вдохновляет уже Рим или Мадрид. Художник – это человек в определенной степени свободной профессии. Никто не заставляет тебя каждый день приходить на работу, быть все время на одном месте. И внезапный отъезд такого человека даже на неделю не вызвал бы подозрений, как, почему он уехал, куда. Ну, поехал, рисуй себя на здоровье, и пойди догадайся, что это перед тобой шпило. Кроме русского и немецкого, у Шевченко был еще один язык, который он знал как родной – французский. Чаще всего Юрий Анатольевич представлялся именно французским художником. Причем выглядел он вполне типично для представителя этой профессии. Он одевался всегда в одной и той же манере. Это была французская манера, и я его назвал «Человеком в Берете». За 32 года своей службы он объездил весь мир. Работал в Европе, в Северной и Южной Америке, в Азии и даже в Африке. И везде он возил с собой мольберт и кисти. И каждый раз это помогало ему добывать ценнейшую информацию. Он прекрасно рисовал, и скажем так, что на определенном этапе пути, в определенных обстоятельствах, это помогло ему найти некий подход к сильным мирам сего, которые были восхищены тем, как хорошо рисует этот молодой парень. В начале 70-х его базовой страной, страной временного оседания, стала Португалия. Вот одна из редких рассекреченных историй о том, как он с помощью смекалки и живописи умудрился слетать на разведку в Гвинея-Бесау, тогда еще португальскую колонию. Он в тот период времени находился в Лиссабоне, в Португалии. Вдруг ему приходит задание срочно вылететь в Гвинею-Бесау и выяснить, что там происходит, когда будет ли там какая-нибудь революция или что-то, так сказать. Когда он получил это задание, у него волосы дыбом стали, а как туда вылететь? От одного из своих ближайших дружков, помимо местных, узнал, что его бабушка собирается лететь туда. Говорит, я могу бабушку это самое сопроводить туда. А зачем тебе? Да в зарисовке там туда и все. Он нанял соответствующий лимузин с шофером в ливреи, чтобы придаться солидности. И вместе с этой бабушкой поехал к министру по делам колонии. Все, получил разрешение, вылетел. Уже на подлете к столице Гвинеи-Бесау он оценил охрану аэродрома. Зарисовал огневые точки и посчитал количество бронетехники. А потом еще вошел в доверие, как говорят, к носителям информации. Добыл документальные свидетельства, что в стране готовят революцию, чтобы обрести независимость от Португалии. Более того, он узнал, что и в самой Португалии тоже вскоре возможна революция. Это был единственный случай, когда Шевченко не поверили. Хотя он даже назвал имя человека, который собирается прийти к власти. А через год в квартире разведчика, он в это время находился в Москве, раздался звонок. Звонит кто-то из службы, слушай, в Португалии революция. Я говорю, ты что? Не, ну ты понимаешь? Ребята, я вам об этом сказал столько-то времени назад. Какого хрена вы меня будете носить, чтобы сообщить мне то, о чем я знал так давно? В 1974 году в Португалии действительно произошла революция «Гвоздик», как и докладывал Юрий Анатольевич Шевченко. Одним из многочисленных талантов Юрия Анатольевича был талант вербовщика. Он искренне интересовался людьми, мог поддержать любой разговор, легко заводил знакомства. Секрет его успешной вербовки был в том, чтобы объект, в котором заинтересован разведчик, чувствовал даже какую-то гордость, что поделился информацией. И вербовка всегда проходила под чужим флагом. То есть Шевченко никогда не представлялся советским разведчиком. Поэтому человек был уверен, что помогает другой стране. Скажете, хитрость? Да. Но безопасность для разведчиков всегда была на первом месте. Хотя случались и неудачи. Это было задание завербовать по присланной наводке одного из шифровальщиков, который работал в посольстве страны НАТО, находящейся вдали от Европы. Вот это задание не удалось выполнить, а остальные удавались. Среди знакомых Юрия Шевченко были политики, экономисты, военные и, конечно, дипломаты. Они, скажем так, делились информацией о военном потенциале и планах НАТО, что больше всего интересовало Шевченко. О личных особенностях того или иного лидера, о закулисных играх с другими странами. Ему как-то поручили разработать одно неизвестное учреждение, видимо, так сказать, я так понял, что НАТО в одной из европейских стран. Знали только адрес этого учреждения, здание, знание, все. А что там творится, никто ничего не знал. Ну, что он придумал? В ближайшем квартале начал рисовать эти вот зарисовки старинных улочек. А одним глазом посмотрел на это здание. В конце концов заметил, что выходит какая-то интересная женщина. Он, естественно, как истинный, так сказать, француз, якобы француз, отметил соответствующий комплимент, завязал в беседах. В конце концов оттуда пошла информация с грифом «Космик». Высшая степень секретности. Во время Холодной войны перед нелегальными разведчиками ставили практически неосуществимую задачу – добыть документы с грифом «Космик». Этот гриф ставило НАТО на самые ценные документы. Речь в них шла не о космосе. Просто секретность была космическая. Поэтому гриф так и назывался. Как только об этом Юрий Анатольевич услышал, он сказал, что задачей всей моей жизни, той самой юношеской, молодежной, стало то, что я должен добиться того, что в мои руки будут попадать документы, сведения, информация именно с этим грифом. И я сделал все, чтобы моя мечта осуществилась, а она осуществилась. А вот чтобы рассказать, как впервые осуществилась его мечта добыть документы под грифом «Космик», вернемся на Мадридскую улочку, с которой я начал свой рассказ. Перед Юрием Анатольевичем руководство поставило очередную, казалось бы, невыполнимую задачу – узнать, собирается ли НАТО продлевать срок аренды одной из своих баз в Испании. Шевченко надел берет, взял мольберт и отправился рисовать на ту улицу, по которой часто гуляли американские военные с этой базы. Офицерам приглянулась картина уличного художника. Слово за слово, и вот уже американские парни пригласили Шевченко с собой в бар отметить знакомство. Молодые люди познакомились с девушками и всю ночь переходили от бара к бару, танцевали. Расстались они уже лучшими друзьями. Юрий Анатольевич вспоминал, что домой он пришел только через два дня. А потом американцы предложили ему, говорит, хочешь, мы тебе покажем нашу базу? Говорит, вы что, как же, где я художник? А вдруг вы повезете туда шпиону? Какой из тебя шпион? Ты посмотри на себя, посмотри, какой из тебя шпион? Мы тебя на заднем сиденье там прикроем шинелькой. Привезем туда, посмотрим, выпьем, закусим и обратно вывезем. Так и сделали. Оказалась комфортабельнейшая база. У каждого из этих американцев своя квартира. Как он говорил, не такая шикарная, но похожая на хрущевку, но очень удобная. Там корты теннисные, там рестораны. В итоге задание центра было выполнено. Шевченко узнал, что базу НАТО ликвидировать не собирались. Вы знаете, какой был результат? Во-первых, он получил выговор за то, что рисковал так. Ну, потому что, если бы его там на базе обнаружили, стали бы проверять, а там еще неизвестно, что может быть. И ценный подарок от Андропова. По-моему, охотничье ружье или что-то дорогое. За вот эту отвагу, за эту вот находчивость. У него, по-моему, он говорил, было два подарка от Андропова и два выговора. Второй подарок и выговор Шевченко получил за еще более рискованную операцию. Она напоминает очередной сюжет из приключений Джеймса Бонда. Но нет, жизнь бывает богаче, чем выдумки киносценалистов. Ему было поручено узнать в одной стране, какие употребляются там, скажем так, вооружения. Почему непонятно такая вот результативная стрельба, которую ведут, скажем так, люди из этой страны по представителям, ну, другого государства. И вот он говорил, я сделал действительно такое суровое нарушение. Я вывез два снаряда, ну, уже, естественно, использованных, и все. И как же вам удалось? Говорит, ну, я объяснил, что вот я же художник, и я из них хочу сделать такую архитектурную композицию. Показал, какую, нарисовал им, ой, как интересно, все. Вот, и он их вывез через границу. И он, когда появился эти снаряды, скажем, в том месте, в котором должны были появиться информация о них, то было понятно, что это совершенно новая разработка, поэтому наносят они такой урон. Свою легенду он знал досконально. И прошел не одну тщательную проверку. Но даже Юрий Шевченко иногда оказывался на грани провала. Одна из таких историй произошла через несколько лет после окончания института. Шевченко был проездом в Праге. Разумеется, под вымышленным именем. Неожиданно на улице его узнал институтский товарищ из Москвы и поздоровался с ним по-русски. Шевченко вспоминает, как его прошиб холодный пот. Он быстро ответил, что опаздывает. Попросил оставить адрес и тут же убежал. А потом еще три часа слонялся по городу, чтобы проверить, нет ли за ним хвоста. Но все обошлось. Хотя позже Юрий Анатольевич признавался, что тогда, в случае чего, был готов к самым решительным действиям. Если ты не готов отдать жизнь за родину, ты не готов быть настоящим нелегалом. Я говорю, ну да, ну жизнь за родину отдать. Он говорит, только не подумайте, что отдать жизнь за родину, взять просто и умереть. Это самое простое, что может сделать разведчик. Нельзя так. Потому что на его подготовку столько истрачено, он столько сам потратил сил на внедрение. И вот взять и трагически умереть, погибнуть, пусть и героически, это самое простое из всего, что может быть. Надо жить дальше ради родины. Шевченко не скрывал, что охота за ним велась. Американцы знали, что есть такой нелегал, который практически неуловим. И добывает самые секретные сведения про них. Известен факт, что из-за него в Москве переименовали в срочном порядке одну из улиц. Потому что за ним начали по какой-то причине гоняться некоторые контрразведки НАТО. Видимо, где-то произошла утечка. А что значит поменять название улиц? Это значит прописка, почтовый индекс, ТРПР, в общем-то, с одними паспортами только нам учились, гражданам менять. Все меняли, чтобы скрыть, что вот какой-то человек там был, здесь вот проживал. Юрий Шевченко всегда был в постоянных командировках. Жил он в Москве, но периодически надолго вылетал на боевые задания. У Юрия Анатольевича Шевченко была возможность возвращаться. Тем более он нелегал центра. Он выполнил боевую задачу, вернулся в Москву под тем или иным предлогом. Вот. И, так сказать, получил новое задание, новую легенду, новые документы. На все это время нужно. Интересно, что в первой командировке с ним выезжала его жена Галина. Они познакомились еще в школе. Затем вместе отучились в архитектурном институте. У них родилась дочка. И именно тогда Шевченко поступило то самое предложение. Юрий Анатольевич честно поговорил с женой и спросил, не хочет ли она тоже перейти на работу в разведку. Там безоговорочно ответил. Да, за тобой хоть на край света. Ну, естественно, перед этим ее кандидатуру точно так же, так сказать, предварительно была просвечена кадровым рентгеном управления С. После этого началась ее подготовка. Галина выучила сложнейший финский язык и знала его на уровне родного. Маленькая, симпатичная, всегда очень так элегантная и очень дружелюбная. Я спросил, как бы этот язык изучили, редкий очень. Она сказала, наверное, вы поймете, если я скажу, в нашей семье с Юрой была большая способность к языкам. К сожалению, работа разведчика подходит не всем. Это постоянный стресс, сосредоточенность, резкие изменения климата, переживания за оставленных в Москве детей. Женой Юрия Анатольевича стали мучить постоянные головные боли. Для него это уже стало проблемой и для центра тоже. Больной напарник это очень, так сказать, опасное явление. Поэтому ее достаточно быстро отозвали. Из-за того, что Шевченко остался без жены, как напарника, ему долгое время пришлось играть роль ловеласа. Потому что люди автоматически обращают внимание на то, что молодой мужчина один. Тут опять ему помог образ свободного художника. Ведь бытует мнение, что творческие натуры очень ветреные. Сегодня одна муза, завтра другая. Тем более, когда художник француз. Он сказал так, я никогда не изменял свою жену. А что делать этот француз мне не касается. Забавно, что ради выполнения задания Шевченко приходилось примерять на себя и кардинально другой образ. человека глубоко религиозного. Для этого он серьезно погружался в библейские тексты, изучал ритуалы и таинства. И как потом впоследствии признавал Юрий Анатольевич Шевченко, мне пришлось заново учить отча в рамках католицизма. Я сам стал католиком не хуже, чем папа ревский. А все это для того, чтобы подружиться с одним очень верующим человеком, католиком, дипломатом. Этот человек быстро рос по служебной лестнице и в конце концов занял высокий пост в одной из стран НАТО. Во время разговоров о вере и о Боге он поведал Шевченко и о том, что происходит в НАТО, какую позицию в этом блоке занимает его страна, какие у нее планы, что по этому поводу думают американцы. чтобы с человеком подружиться, это нужно разделять его интересы. Поэтому с кем-то живопись, с кем-то может католическая, ведь часто как вербуют, там, под чужим флагом. Интересно, что Юрий Шевченко был настолько разносторонним человеком, что во время своей нелегальной работы умудрился не только добывать секретную информацию, но и писать статьи и книги по искусству. Более того, он писал и издавал книги под чужими фамилиями и на чужом языке. Я так полагаю, что некоторые книги он издал либо на французском, либо на испанском языках. Они были посвящены архитектуре Испании и архитектуре. периода Ренессанса. Эти книги на русский язык не переводились, не переиздавались ни в Советском Союзе, ни в России. Они находят, естественно, как авторские экземпляры, находятся на хранении в управлении С. Еще одна книга у него была издана по архитектуре Юго-Восточной Азии. Только одна книга Шевченко была подписана его собственной фамилией. И тоже об искусстве. Но в книжных магазинах ни одной страны ее невозможно купить. Эта книга только для служебного пользования. Ведь речь не идет об искусстве вербовки. По признанию специалистов и аналитиков разведки в 70-е и 80-е годы примерно 30% документальной информации по Соединенным Штатам, то есть по Госдепартаменту, по ЦРУ, по президенту, по администрации президента, по НАТО приходила именно от Шевченко. И я подчеркиваю, это документальная информация. Это высочайший уровень профессионализма. За 40 лет службы он завербовал десятки ценных источников. Он мне говорил такую фразу, что конечно мало, мало, что ты любишь Родину. Ты должен заслужить право, чтобы Родина тебя полюбила. А это бывает не всегда. Вот если ты это право заслужил, значит твоя жизнь удалась. И он мне говорил, вот моя жизнь удалась. Причем мы встречались еще до того момента, когда ему руководитель нашего государства вручил золотую звезду. Это было до того. И вот Юрий Анатольевич очень этой звездой гордился. И он ее всегда на ласканье она у него была. Еще при жизни Шевченко был удостоен памятника. В Ясенево на территории штаб-квартиры службы внешней разведки была установлена огромная стелла, на которой высечены барельефы многих выдающихся разведчиков-нелегалов. И в том числе Юрия Анатольевича Шевченко. по-моему, он при жизни еще увидел. Да, мне понравилось, хорошо сделаю. В 2001 году было принято решение о прекращении Юрием Шевченко активной разведывательной деятельности за рубежом и переводе на работу в центр. В 2010 году он был уволен в отставку с воинской службы, но никуда, конечно, из разведки не ушел. Он активно преподавал и передавал свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам, делился секретами мастерства, помогал найти свой путь в этой нелегкой профессии. В системе нелегальной разведки передача опыта от старшего поколения к среднему к младшему поколению. Это не просто необходимость, это жизненные креды, там по-другому нельзя. Если этого не будет, нарушится не просто связь времен, связь традиций, это нарушится качество подготовки. Поэтому до последнего дня он был в строю. Скончался Юрий Анатольевич Шевченко на 81-м году жизни, 6-го ноября 20-го года, не дожив всего полтора месяца до столетия службы внешней разведки Российской Федерации, до праздника, которого он так ждал. Я ему как-то звонил, довольно скоро телефон вырублен, потом он мне перезванивает, слушай, а я был в реанимации, но сейчас все нормально, давай скоро встретимся. Это наш был последний разговор. Похоронен Юрий Анатольевич был с воинскими почестями на Троекуровском кладбище на Аллее Славы, где лежат люди, которые внесли великий вклад в безопасность нашей Родины. Там похоронены десятки, если не сотни разведчиков. Заходишь, и ты видишь, и можешь поздороваться со знакомыми у тебя людьми. Недалеко там Вартанян, Батян, Козлов и многие-многие другие. Разведчики-нелегалы всегда находятся на острие событий. Они видят, как крутятся колеса истории и могут на это повлиять. И это придает особого драйва их жизни. Они, может быть, никогда об этом и не скажут. Но без этого адреналина практически невозможна их работа. Ты забываешь практически обо всем. Ты только вот видишь международную ситуацию. Ты видишь, как происходит столкновение интересов, как обойти такой адреналин. Юрий Анатольевич ни разу в жизни не пожалел, что не стал архитектором. Потому что в какой-то мере он им стал, только строил не архитектурные конструкции, а общественные и политические. Как говорил сам легендарный разведчик, я знал, что главное не возводить великолепные дворцы и памятники. Важно сделать так, чтобы они стояли долго и остались неразрушенными. И чтобы моя родина, наши люди, мои близкие и неблизкие жили в мире.